Новости на канале СТВ. В студии Юлия Калашникова. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. К строительству арендного жилья нужно активнее привлекать предприятия. Президент сегодня посетил столичный микрорайон Михалова-2. Первая среди стран СНГ. Беларусь в рейтинге человеческого развития заняла 53-ю позицию. ЧП в Липецкой области России. В жилом доме из-за взрыва газа обрушились 5 этажей. Есть жертвы. Один за всех и все за одного. Лучшую семью Беларуси выбирают сегодня в Минске. Президент требует активнее привлекать предприятия к строительству арендного жилья. Об этом глава государства заявил во время посещения микрорайона Михалова-2 в Минске. В этом году планируется построить около 800 таких квартир. А уже к 2017-му их число должно превысить 5 тысяч. В то же время объемы строительства жилых домов в Минске нужно сокращать. Причем практически в два раза. Акцент в строительной сфере должен переместиться со столицы на города-спутники. Неизменным остается мое требование о сокращении строительства жилья в городе Минске. Непременно надо сокращать. Может быть будут большие темпы, чем это. Страха нет. Поэтому мы должны сокращаться по жилью. Второе. Но это не значит, что Минск даже в границах нынешней кольцевой дороги замрет и ничего не будет строиться. Нет. Здесь также будет возводиться пусть минимум какого-то жилья. Но вы не ждите каких-то площадей, что завтра вам дадут земли сельхозназначения, лесного фонда. Этого не будет. Поэтому ищите вот такие пятаки, овраги. Это прекрасные места для строительства. Просто у нас строители, да и начальники избалованы. Показал пальцем, мол там инвестиции надо. Забрали эти земли и начинаем строить. Ну чем плохой вот этот овраг? Он даже интересен. Хороший архитектор тут так спланирует дома, что это людям просто будет красота жить. Посмотреть на него, да, ну как-то, ну как в овраге в этом строить и прочее. Но у нас достаточно техники. Мы можем достаточно красиво в несколько ступеней, в 2-3 ступени спланировать площадки и построить дома. Поэтому вы рассчитываете на то, где невозможно ни пахать, ни сеять. Только на эти территории. Поэтому да, сокращение жилищного строительства, чтобы не собрать в Минске весь народ Беларуси. Но Минск лоск этот доводит нужно. А среди программы доведения до определенного уровня культуры Минска, надо застраивать эти места. Надо благоустраивать, надо создавать парки, какие-то зоны отдыха и так далее, и так далее. Мы не можем людей загнать в бетонные мешки, где нету ни зелени, нету травы. И третье. Да, уплотнять надо. Уплотнять надо территории. Некоторые. Но ни в коем случае нельзя уже там давить людей. Ну нельзя уже лезть, даже если какая-то инфраструктура там есть, чтобы людям невозможно было выйти на улицу. Четвертое. По арендному жилью. Очень правильно. Арендное жилье – это не только забота государства. Большинство, конечно, будет пока государство строить, но и предприятия должны вложиться. Обязательно им довести нужно конкретные задания. Если ты руководитель, ты должен думать о перспективах предприятия, прежде всего о трудовых ресурсах. Служба о безопасности президента за 20 лет не просто состоялась, но и по праву занимает достойное место в общем силовом блоке страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном мероприятии по случаю юбилея службы. В Беларуси будет сделано все необходимое для обеспечения безопасности народа и государства. Президенту продемонстрировали весь арсенал технических новинок – спецсредства, вооружение и экипировку. За 20 лет служба безопасности президента не просто состоялась, но и по праву занимает достойное место в общем силовом блоке страны. В нынешних условиях новые вызовы национальной безопасности диктуют необходимость глубоко продуманных подходов, твёрдости и дисциплины в решении стоящих задач. Одна из самых серьёзных угроз, которой противостоит в том числе и служба безопасности – распространение терроризма, которые не признают географических границ, политических систем и норм морали. Преследуя цели по уничтожению отдельных должностных лиц, террористы не гнушаются организовывать и проводить свои акции в местах массового скопления людей. При этом жертвы исчисляются десятками и сотнями человеческих жизней. К сожалению, Беларусь не стала исключением в этом плане и ещё свежи в памяти омерзительные по своей сути взрывы в День независимости и в Минском метро. Но, учитывая это, нашей структуре во взаимодействии с государственными органами обеспечения безопасности необходимо уделить особое внимание организации проведению массовых культурных и спортивных мероприятий. Бдительность должна быть повседневной и повсеместной. Александр Лукашенко поздравил личный состав и вручил государственные награды сотрудникам, которые отличились в выполнении служебно-боевых задач. Также на встрече собрались и те, кто в разные годы возглавлял службу безопасности президента, в их числе и Владимир Наумов. Ему глава государства вручил орден Отечества третьей степени за личный вклад в строительство Минск-арены, подготовку и проведение чемпионата мира по хоккею. Белая Русь намерена выдвинуть своих наблюдателей за выборами президента в следующем году. Об этом сегодня сообщил председатель организации Александр Радьков. Общественное объединение предоставит и своих членов избирательной комиссии. У Белой Руси есть хороший опыт участия в политической жизни страны, который был приобретен во время выборов в парламент и местные советы депутатов. К слову, сейчас в состав республиканской общественной организации входит более 7,5 первичных структур. Ее членами является 160 тысяч человек. У нас сейчас идет отчетно-избирательная компания, причем в привычках. Мы изначально нацеливаем всю нашу организацию на активную подготовку к поддержке Александра Григорьевича, если он будет выдвигать свою кандидатуру на выборы. И здесь надо продумать и систему подбора актива, агитаторов, сбора подписей. Мы как бы придали интерес к этому политическому процессу. Это определение перспектив развития страны. Вот и экономики, социальности, гражданского общества. Беларусь по уровню человеческого развития занимает лидирующее положение среди стран бывшего Советского Союза. Наша страна расположилась на 53-й позиции. Об этом говорится в докладе, который сегодня представлен Организацией Объединенных Наций в Минске. Особых успехов наша страна добилась в сверхобразовании и здравоохранении. Именно эти факторы являлись ключевыми при составлении рейтинга. В Украине последний день агитации перед внеочередными выборами в Верховную Раду. Завтра день тишины, когда запрещена любая политическая реклама. Также прекратится публикация опросов общественного мнения. А уже в воскресенье, 26 октября, пройдет и само голосование. По предварительным данным, в нем смогут принять участие порядка 34 миллионов человек. Тем временем, Совет Безопасности ООН собирается на открытое заседание, посвященное ситуации в Украине. Основное внимание будет уделено соблюдению прав человека. В жилом доме в Липецкой области России произошел взрыв бытового газа. Погиб один человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Взрыв был такой силой, что обрушились все пять этажей здания. Взрывной волной повредило и несколько автомобилей на стоянке. По предварительной информации, инцидент произошел на четвертом этаже в квартире, где проводился ремонт. Причиной аварии, скорее всего, стало грубое нарушение правил безопасности при использовании газового оборудования. На месте трагедии сейчас работают пожарные медики. Спасатели разбирают завалы, под которыми еще могут находиться люди. Работники крупнейшей чешской авиакомпании готовятся к забастовке. Бортпроводники и пилоты авиаперевозчика выступают против массовых увольнений. Дело в том, что из-за резкого сокращения пассажирпотока компания терпит серьезные убытки. Поэтому вынуждена уволить около половины своих сотрудников. Оставшимся работникам урежут заработную плату почти на 30%. Если руководство авиаперевозчика не пойдет на уступки, то бортпроводники и пилоты начнут с тачки уже 30 октября. Лучшую семью Беларуси выбирают сегодня в Минске. Финал республиканского конкурса собрал тех, кто прошел районный и областной отборы. В итоге за право называться лучший из лучших борются семь семей из всех уголков страны. По словам организаторов, нынешний конкурс особенный, так как в нем принимают участие только многодетные семьи. К слову, Гродненскую область будет представлять семья, в которой 13 детей. В Минске разрешилась интрига главного народного шоу страны «Поющие города». Победителем третьего сезона музыкального проекта СТВ и обладателем 100 миллионов рублей стала Анастасия Лейкина из Витебска. Все номера были прекрасные, но выбрать нужно было одного. Или одну. Город Витебск. Анастасия Лейкина! Победительницей третьего сезона шоу «Поющие города». И 100 миллионов рублей отправляется в Витебск. Борьба развернулась более чем серьезная. За главный приз и всенародную любовь боролись 20 сильнейших участников из всех уголков страны. Выбрать лучшего из лучших в жюри было весьма непросто. Градус напряжения возрастал от номера к номеру. Ведь каждый, кто в этот вечер выходил на сцену Дворца спорта, стремился показать максимум своих возможностей. Однако идея музыкального шоу «Стань звездой! Прославь свой город!» воплотить в жизнь должен был только один. Безумно счастлива, рада, честно, не ожидала. Ну, сомневалась, по крайней мере. Как профессионал я видел, что здесь лучше ее никто. Это и подтвердила и жюри, и публика. Мы спорили до хрипоты, но победила логика. Потому что все-таки на сегодняшний день сильнее ее, в общем, здесь никого нет. На музыкальный олимп поющих городов народные таланты Беларуси поднимаются уже в третий раз. В первом сезоне титул самого поющего города страны достался по ставам. Во втором – Бобруйску. И вот теперь он отправляется в Витебск. За это время проект нашего телеканала завоевал не только любовь зрителей, но и признание профессионалов. Он был удостоен гран-при конкурса «Телевершина». На этом у меня все. Далее спортивное обозрение. Следующий выпуск новостей в 19.30. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго.